Продолжение следует... Время, трамплин, красота прыжка и сложность прыжка. Оценивают сразу пять судей, которые выставляют оценки, и сумма уже по баллам. Немногие знают, что горнолыжный вид спорта делится на несколько дисциплин, каждый из которых имеет свои тонкости. Например, слалом – самое эмоциональное и сложное. Также существует спуск с трамплинами и всевозможными препятствиями. И скоростной – самый стремительный. Алексей Ильчининов в чемпионате принял участие впервые. И, несмотря на травмоопасность этого вида спорта, решил попробовать свои силы во всех дисциплинах. Занимаюсь с детства, лыжами занимаюсь. Самое главное – уверенность в себе и не бояться. Чтобы побольше уверенности. Ну и, естественно, чтобы были навыки слалом, скоростного спуска, прыжки с трамплина. А 10-летний Никита Архипов удивился своими прыжками с трамплина и абсолютно бесстрашием делать на лету разные трюки. Будучи уже призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту, он подал новичкам хороший пример и поделился с ними секретами преодоления сложных склонов. Сначала я занимался дисциплиной слалом, а потом, по непонятным причинам, это произошло незаметно, меня принесли на трамплин. Там я начал прыгать, мне понравилось, потом нам показали могульную трассу, ну и начал этим заниматься, потому что это было для меня интересно. А другой Никита Смазнев поставил себе цель стать профессиональным спортсменом-сноубордистом. Каждые выходные зимой я постоянно тренируюсь на склоне и делаю разные трюки. В этот морозный день, к сожалению, не всем спортсменам удалось показать хороший результат. Без падений не обошлось. А по окончанию соревнований всех отличившихся лыжников и сноубордистов наградили заслуженными грамотами и медалями. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Анастасия Воронина, Николай Карбанов. Продолжение следует...